Всем привет, с вами канал NG... Кстати, 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 не запоминайте, что за канал, я ещё думаю над названием. У меня два новых в планах, и если у вас есть какая-то идея, вы мне говорите, пока я его называть не буду. Я, конечно, добавлю себе к этим, к тегам к видео, свои новые два названия, пока ещё не решил, кто из них будет. Но это очень важно, я должен решить. Иначе, чё из этого выйдет? Скайп обновился. И что, что у тебя скайп обновился? Что ты мне это пишешь? М-да. Надеюсь, у меня скайп вот тут не высветится. Мне лень было отключать, а мне там пишут, пишут. Вообще, все прям хотят, чтобы я рядом был. Но если будут сильно доставать, да, придётся остановить запись и запустить. Так, и что мы имеем? Да-да-да, фу-то, извините, пока отвлёкся. Думаю над названием канала. Если у вас есть какие-то идеи, вы пишите, можете писать под видео, можете писать в обсуждении, где вам будет удобно. Да, спасибо. Ну, если вам пофиг, можете просто смотреть. Вы всё равно молодцы. Так что, продолжим Икском спасать планету. Так. Вскрытие... Вскрытие мы закончили. Давайте начнём следующее. Очевидно, биологический организм сектоида в этом механической броне не отличается от тех, что мы видели ранее. Поэтому мы, главным образом, занимаемся разработкой и анализом внутренних механизмов брони. Разумеется, при плотном сотрудничестве с командой доктора Шеня, как уже выяснилось на поле боя, наш костюм снабжён двумя плазменными орудиями. А, это костюм снабжён. Ага. Значительно превосходящи по размеру и мощи те, что находятся в стандартном снаряжении сектоидов. Сама броня предоставляет отличную защиту и мобильность сектоидов. В этой броне без проблем передвигается по пересечённой местности и, похоже, даже по лестницам и тому подобным препятствиям. Кроме того, бронекостюм достаточно манёвренен, чтобы уверенно управлять им в закрытом пространстве. Ага, не то что наш. Изучая этот объект, мы сделали ещё одно интересное открытие. Бронирование покрытия костюма, похоже, в какой-то степени снижает уникальные ментальные способности пилота сектоида. Могу предположить, что это стало случайным последствием дополнительного слоя брони. Пришельцы пожертвовали телепатией в пользу боевой мощи. Впрочем, следует отметить, что пришельцы, по-видимому, учли и эту проблему. Небольшой модуль во внутренней части брони служит своего рода усилителем телепатической способности. При активации другим сектоидам этот усилитель не только связывает двух бойцов, сколько создаёт энергичный щит вокруг бронекостюма. Не пиши, пожалуйста. А нашим солдатам следует истерегаться от такого приёма. Ведь механоида и без того не просто уничтожить из-за многочисленной брони. Так, улучшение сервоприводов. Ага. Ага, вот можем улучшить. И механический костюм пришельцев, разумеется, ага, и улучшить. Но денег у нас пока мало. Нам столько всё производить надо, а денег нет. Так, точные лазеры. Наверное, это снайпер, кет надо в первую очередь. Давайте, опа. А нет, у нас есть плетельный цех. Нет, пакет. Блин, всё это нужно, оно очень дорогое. Очень. Очень и очень. А, проект завершён. Ухранный дроид. Блин, где же деньги достать? Давайте. И нам ещё школу офицеров прокачать-то надо. Давайте прокачаем опытные убийцы. Убитые враги приносить на 25. Всё. Это важнее. То потом мы тоже улучшим. Всё, отправить отряд на эвакуацию. Начать операцию. Я уверен, что вы справитесь с этой непростой задачей. Так, ты уйди. Это я. Ты тоже останешься, так уж и быть. А, нам нужно ты. О да, это новенький. Ты. Новенький. Фигаси. И снайпер. Куда мы без снайпера? Он сейчас везде с нами. То есть вот эти два по-любому должны быть. Один новенький, один самый крутой. Два крутых. Ну, я и этот. И вот эти два. Гада. Хотя, я бы и вот этого заменил. У нас так, это поддержка. Давай я тебя возьмём. Да, ты мне больше нравишься. Погнали. Готовимся к высадке, штурм-1. А что делать? Обнаружена группа Экзальт на территории Германии. Вот мы один регион потеряем. Ваша задача встретить нашего агента и помочь ему в доставке разведданных. Погнали. Это ощущение, что мы всё-таки одного, один регион прокукаем. Наш агент передавал добытые данные, когда прибыли войска Экзальт. Положение передатчика пока защищено кодирующим устройством. Но если бойцы Экзальт смогут взломать код, они найдут передатчик. А если они его взломают, вряд ли мы получим данные неповреждёнными. Кодировщик под контролем. У нас новая задача. Блин, а где этот кодировщик-то? А что они такие живучие стали? Так. 55. Нормально. Давай, добей, пожалуйста. Молодец. Защитите, защитите. Уничтожьте. Вперёд. Да, 55% это много. Молодец. Хватит писать в скайп. Если я не отвечаю, значит я занят. Неужели это непонятно? Чёрт. Тут стена! Заметил. Как? Не вижу. Да ладно. Адат, стой. Тут где-то ещё один должен быть. Чёрт. Крутятся, гады! Хотят с фланга обойти! Бежим. Прихода у нас есть. Скоро сломают кодирующие устройства. Если мы немедленно не обеспечим его безопасность, они найдут передатчик. Блин, кажется, ты меня запарил. Харай писать. А, блин. Срочно надо всех сюда везти. Фух. Так. Давай сюда. Фух, фух, фух. Да, плевать вообще. Или мне штурмовик нужен? Подбил, да? Молодец. А, нет. Так, ты беги сюда. Я пошла. Отход мы, допустим, дадим ему, но следующий мы отобьём. Чёрт. Так точно. Сейчас дверь была открыта, если ты не заметил. Косо я. Да ладно, я не заметил прям. А, блин. Давай сюда. Снять зону захвата, чтобы не дать экзальту защитить злом. Пока оставай на защиту, да. Блин, я даже не знаю, куда идти. Пойди только сюда. Возможно, отсюда у нас будет лучше обстрел. Четыре. Мало. Так, ты-ты-ты-ты-ты. Беги куда-нибудь, не знаю. Сюда беги. Похоже, у экзальт в этой зоне есть сеть ретрансляторов. Если подобраться к трансляторам и взломать их с помощью шифров, полученных из данных экзальт, мы сможем на время нарушить вражескую систему связи. У нас один ход, чтобы всё исправить. Система связи врага нарушена. Это их отвлечёт на какое-то время. Командир, войска экзальт почти что добрались до нашего кодировщика. Если их не остановить прямо сейчас, они выйдут на наш передатчик. Действуйте. Да работаю, работаю над этим. Он один, сейчас выбью его. Командир, противник на позиции группы штурм один. К врагам идёт подкрепление. Сейчас справимся и с ними тоже. Всё, ишь трое. Чё, мы трое их не сделали? Так. Может, гранату им туда? Тоже не вариант. Так. А вот этот как раз вариант, который я и говорил. Мы подойдём сюда. И объясним вот этому парню, что он поступает некрасиво. И пролетая через стену, он это осознаёт. Нет. Мы подойдём ближе. Молодец. Перезарядка. Поехали, поехали, поехали. Мимо. Жалко, такой шанс был. Так, ну отсюда нет обстрела, отсюда нет обстрела. Ну, чё делать? Поднимемся и сюда покажем. Визуальный контакт. Вижу, да. Сделай ему больно, давай. Блин, а? Не хватило чуть-чуть. Ух ты. Их ещё двое. Ща мы их всех поддаем. Куда вы бежите, а? Птю-птю. Птю-птю. Чёрт, не может быть. Да может, ты косой просто. Так, и чё делать? Иди сюда. Давай сюда. А ты, 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 давай беги к нему. Тоже бы добить вы его. Добивай. Молодец. Ща мы разберёмся с ними. В нашем стиле. Только один? Интересный подход. Ага, вижу. 87? Вплотную? Молодец. Не подвёл. И вот его надо наказать. Давай, лети, красиво. Запускаю систему ближнего боя. Прилетел. Кто это? Ты-то? Это вот этот. Иду. То есть, я. Во всякий случай, ему кинем, а кто их знает. Так, осталось двое, точно знаю. Ага, попался. Мимо. Блин, весь дом горит. Ну чё, мы их тоже снимем. Подкрепление экзальт направляется к занятой вами позиции. Так, нужно назад двигаться, да, я так понимаю? Раз и два. Ага. Понял. Три. Уху. Ракетчик, кстати, добьёт. Четыре. Да ладно. Прям проблемно. Вот так вот. Бей, бей, бей. Удачно сел. Под ранок, под ранок, под ранок. А, блин. Бежим сюда. Семьс-три. У этого сколько будет? Надо бы добить этого мелкого. Уху. Уху. Молодец. Лунатик готов. Сейчас. Четыре жизни сняли, и это плохо. Да-да-да-да, сейчас будешь здоровенький вообще как, не знаю, только как огурчик. Как пиклерик. Ну всё равно перезарядиться надо. Давай сюда. Блин, не добьёт. Вообще не добил. Чёрт. Прям проблемас. Он может спокойно по моему ужахнуть. Ага. Молодцы. Вставайте в кучку. А эти не могут стрелять после бега. Меня обходят с фланга. А, пусть обходят. Типа, жоп наверняка попасть, да? Гениально. Лечит. Сам себя. Вот это хилы. Ха. Забавно. Они испытывают моё терпение. Ай, жахай. Минус один. Минус два. Хорошо, жахнул. Ну привет. Сокращаю дистанцию до цели. Бань. Красава. Мне стрелять нечего. Этот готов. Слушаюсь. Не вижу цель. Предполагаю, что он где-то тут. Блин, не докидываю. Ладно, встанем пока в позу. Давай, вполне нормальный прицел. Мимо. Ну ладно. Не так страшно. Разберёмся. Всё готово. Уничтожите всех бойцов. Защитите. Давайте этот передатчик вырубим. Я уже там. Последний, да, остался. Попал. Молодец. Ну не убил, ранил. Последние подкрепления, командир. Осталось продержаться совсем немного. Опа, сверху. Тут. Ещё раз тут. Так, стопэ. Как он меня... Замучил. Ну не знаю. Я бы зашёл к тебе сбоку. Так, пятю. Красиво. Теперь я тоже зашёл бы... Как-нибудь отсюда. Наверняка. Да, надо ускайпозвук, наверное, выключить. Наверное. Хорошее слово. 50%? А, 77. Ну нормально. Мод выжил, блин, а? Где ж ты там приземлился? Не вижу пока никого. Осталось двое. Этот. Бежит прям сюда взламывать. И ещё один. Терц. Терц. Метка. Фух, я уже думал, сейчас жахнет. Но это всё. Да плевать, пути не в пути, сейчас мы с ними разберёмся. И ещё один остался. Выдвигаюсь. Будешь вы убежать от меня. Нет патронов, да? Мне нужны боеприпасы. Нет урона. Уже идут. Ну чё делать, раз не видим, будем жахать. Лови! Бань. Отличный командир. Почти даже без... Ну, без потерь просто раны. Ну. А чё делать? Нельзя сейчас без ран. Закончить операцию без потерь? Вот это я понимаю. Все в строю, ничего себе. Думываешь, шашка. О, ты продвинулся до поддержки. Как неожиданно. Ух ты, я майор. Разгрузка, чё он даёт? Так. Все предметы с ограничением по числу применений можно использовать ещё один раз. Круто! И ранить на 8 дней. Разведданные дешифрованы. Возможно присутствие группы Экзальт. Где, 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 где? Где там? Секретные операции. То есть... Блин, мы ничего сделать не можем, да? Сейчас... Блин, Австралия может отвалиться от нас. Блин. Спутник на орбиту. Спутник на орбиту. Спутник. Так. Постройки. Модуль связи. 30 инженеров. Нету. Литейный цех. Что же нам сделать? Охранный дрон. Аааа. Ближний бой. Мэг. Всё нужно. Прям вот всё. Не знаю. Всё, что здесь есть. Всё нужно. Ну, лучше сначала школу офицеров, да, закончить? Или как? Нет, ну, литейный цех, он мне тоже нужен. Давайте по порядку. Нет, пакет. Нет. Чуть-то я это не понял. Мы смогли передать бюро на пришельцев ремонтной моды. Переделать. Ага. ТМБ автомат передвигает автономность и передвижение пришлось пожертвовать, зато нам удалось сохранить ремонтные функции дрона, а также пустить часть его машинных ресурсов на улучшение огневых алгоритмов. Давайте вот это возьмем. Да. Недорогое, в принципе... Я в литейном цехе скучать не приходится. Я предупрежу их, что вы начинаете новый проект. Да-да-да, давай. Что-что-что, акция устрашения. Окей, выслать рейнджера. Так-так, я остаюсь. Снайпер остается. Нам нужен опять самый сдохненький. На. И кто-нибудь из... Мне нужно вот штурмовика качать. Два есть крутых. Это... Я. И вот этот снайпер. Но нужно кого-то из конца брать. Изменить оснащение. У тебя броню, по-моему, что-то. Тебе взял бы другого. Мне нужен, нужен, нужен вот этот штурмовик. Вот. Так, давай. Будем тебя качать. А то вдруг у нас штурмовики умрут. Готовимся к высадке штурм-1. Пух. Теперь отправляемся в Аргентину. Похоже, пришельцы решили ударить туда. С Игзальтом было сложно. И долго. И сложно, и долго. Одновременно. Я прям в шоке. Что-то мне кажется, я как-то быстро стал говорить. Но ладно, мы это разберем. Опа. Людей спасать. Жду приказа на выброску. Окей. Видеть бы их еще. У вас тут танки. Вы че? Нашел, где нас высадить. Не мог лучше территорию заспаунить. Я заеду, кто вылезет, мы его сразу встретим. Огненным шквалом. Так. Сколько их я не убью за один быстро? Двоих. Хоро убивать людей. Вижу прям проблем. Опа. Вот увидел. Молодец, мимо. Что за хрень? Прикройте меня с фланга. Выполняю. Ща прикроем. 59. Давай. На удачу. Молодец. Блин, оттуда не видно. Черт, он сейчас на путь начнет как-нибудь стрелять. Только не человека. Они дрогнули. Вперед. Ничего. Терпимо. Офигеть ты его снес. Что же будет у нас веселье? Молодец. Этот готов. Опять их крошат. Так, давай пробегись. Надеюсь, там ты еще никого не загорешь. Загорел. Молодец. О, блин. Это прям очень плохо. Подальше, отстой. Ща разберемся. 55, 55. Давай его. Блин. Млачевно. Боезапас кончается. Целенаведение сбоит. Скоро буду. Может быть, здесь большие потери. Блин, 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 блинский. Спей ты его. Ух, 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 ух. Ясно. Да ладно, и ты до сих пор их не видишь. Да, но теперь у нас проблема из пяти, пяти, кризалитов. Давай, 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 давай. Один. Отстрелил ему там часть уха или что-нибудь. Ноги там, не знаю. Молодец, беги. Они же не могут их крошить. Блин, походу могут. Помри. Чё-то ты не помер. Хотя я тебя просил. Так. Поняла вас. Я пошла. Не вижу врагов. Пять уже потеряли. Ты не сможешь вечно оттас убегать. От такой косой машины сможешь. Поехали. Да ладно, я чё-то не вижу. Это звучит не слишком научно, но укус, похоже, превращает в зомби. Блин. Это плохо. Минус. Зомби это нехорошо, вообще нехорошо. Давай-давай-давай-давай. Девять. Ну, нормально. Добьём. Раз. Два. А, он тут. Понятно. А второй тут. Вот это надо добить. Чёрт. И всё меньше и меньше. А это. Так, дай подумаю. Давай сюда. Кто вообще? Обычно выживший. Вы ещё и двигаетесь. Я их уничтожу. На тебе. Вбил в танк тебя просто. Я знаю, что ты там сидишь. Бросаю гранату. Три. Мало. Это кто? А, это я. Приказ ясен. Шевелись. У них три, три. Добьём. На, жри. Чуть не взорвался. А, нет, всё. Ништяк. Давай, робот. Блин, не добьёт. Хоть попал в неё. Уже прогресс. Налицо. Двигаюсь к точке. Давай, 75 процентов. Это достаточно. Молодец. Больше не дёрнется. Кто остался? Где? Блин, зомби встал. Фига себе. А, нет. А, нет. А, нет. Фига себе он сильный. Иду. Девять осталось. Плохо, плохо дело. Можно начинать. Выхожу. 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 Вот так работай. Блин. Катаки готово. Приказ ясен. На. Лунатик готов. Перезаряжайся. Двигаюсь к точке. Ещё и кошмар, что происходит. Сложно, сложно. Ничего не скажешь. Направляюсь на точку. Я в пути. Опа. К бою готова. Поехали. Я готов. Так, а где кто? Пока не видно. Да, командир. Окей, давай их подлечим. Ништяк, хорошая вещь. Понятно, где-то там. Внутри. Блин, и сбоку бьют. Они бьют отовсюду. Внутри, и сбоку. Мы 11 потеряли. Очень много. Я мигом. Парочку спасём. Для приличия. Кто там? Нет, стой. Далеко поехал. Никого не вижу. Что за шум? Не знаю. Бегом. Давай, рывок. Мы идём по следу. Есть, выполняю. Пять осталось, блин. Так, точно. Ну, где кто? Я уже прям струмую. О, ещё кристаллит. О, ещё кристаллит. Фу, мимо. Зараза. А это заботливо подошёл ко мне поближе. Но они недостаточно. На, прицел тебя, конечно, хромает. Сбой в системе цели наведения. Иду. Слушаюсь. Бей в него. Пал хоть. Хоть кто-то. Один назад убежал. Будет зомбарей делать, да? Ну, давай, целься. Так, пы-пы-пы-пы. Хо. Снайпер, текай сюда прямо. Беги. Ну, чё такое? Чё-то с ним. Дай, прорываемся. Да, командир. Блин, далековато. Ты ничего не сделаешь. Душа, давай. Да я сам бегу уже, устал. Гоняться за ним. Ясно. Начинаю движение. Не дотянется. Нет, не дотягивается. Двигаюсь в указанную точку. Он один остался. Я ещё, может, кого-нибудь зацепить с собой. И зацепил. Блин, жестоко. Попробуем подавить его робота. Полетели. Что, ещё не всё? Где надо вот это расфигачить? Берегись! А кто ещё, я не знаю. Да ладно, кто я? Неужели где-то зомбар шарится? Все задачи выполнены. Терпим. Блин. Надо посмотреть, что у нас там стало. По идее, очень большие потери. Прям очень, не знаю. Защита. Каждый враг в пользу зрения увеличит шанс критического попадания. Да, это нам нужно. Фух. Так, что это? Позволяет больше использовать на каждом задании восстанавливающий туман, гранатомёты и некоторые мины, а также увеличивает в полтора раза боезапасного оружия. Хорошая вещь. Познавит два очка здоровья в начале каждого хода. В течение всего боя можно снять шесть. Конечно, это лучше. Автопочинка. О, у нас новый снайпер. Часть этой укрытии защищает полностью. Ага. Так, что у нас там оперативный штаб? Зачем у нас была Аргентина? Да нам пофиг, но с Австралией теряется вообще. Индия вошла в зону спутникового апокалиста. После нескольких неудачных попыток мы сумели получить узконаправленный пучок энергии большой мощности. Получилось отличное оружие, которое в целом напоминает обычную снайперскую винтовку, но шанс на критическое попадание у него гораздо выше. Думаю, винтовку можно сравнить, ставить на оружие, на вооружение. Осталось только, чтобы доктор Шэнь и его инженер создали рабочие экземпляры. Кроме того, мы забрали работающий портатив, в котором вместо фокусирующей призмы используется рассеивающее. Это оружие может заменить традиционные дробовики, но не нуждается в боеприпасах. Но, а чё, оно не нуждается в боеприпасах и бьёт гораздо обычнее. Основной проблемой подобной модели, как и остальное лазерное оружие, является перегрев. А, дробовик и снайперка, понял. Сейчас начнём вот это и закажем оружие. Лазерная винтовка мне нужна две. Тетиновые покрыты, конечно, хорошо, но слишком дорого. Где-то там рассеиватель был. Лазерная винтовка, произвести тоже два. Всё. Фу, тяжёлый был бой. Давайте на этом закончим. Всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.